В Краснобродском стартовала муниципальная боготворительная акция «Дрова». Топливо получат малоимущие пенсионеры, многодетные семьи, вдовы, участников Великой Отечественной войны и матери-одиночки, проживающие в частном секторе. В Смоленской области стартовала акция «Подари дрова». Волонтеры через интернет собирают деньги, покупают на них дрова и развозят их нуждающимся пенсионерам по деревням. Чтобы обогреть, подготовиться к зиме, нужно порядка пяти кубов дров. И мы для каждой бабушки привозим порядка пяти кубов. Акцию «Подари дрова» поддержали больше десяти регионов – Смоленское, Тверское, Свердловское и другие области. Деньги присылают со всей России. Пока треть России отапливает жилища дровами, а Первый канал занимается сбором дровишек для малоимущих, Министерство обороны РФ внедряет технологии будущего. В солдатских столовах для того, чтобы скушать котлету с перловой кашей и выпить компот, нужно отсканировать палец. Отпечаток пальца фиксируется в базе данных, поэтому поправиться на службе не удастся. Все строго и по-военному. Один солдат – одна порция. Установкой техники занимается частная фирма, название которой держат в строгом секрете. 600 миллионов бюджетных средств освоили по назначению. Теперь повара не смогут унести домой казенные припасы, а то, не дай бог, разбогатеют, или того хуже – растолстеют за счет государства. На всякий случай в базу заносятся отпечатки нескольких пальцев, а то, гляди, заблудится ненароком вояка на Донбассе или в Сирии и попадет под роздачу. Отсканировать могут и пальцы ног, но такой служивый вряд ли будет допущен в столовую. Кто же будет за него алюминиевую ложку держать? Неужто робот-аватар? Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...